добрый вечер здравствуйте как у нас подходит время уроку то сразу компьютер начинает жить своей жизнью что-то ему не хватает что-то у него отключается поэтому мы начинаем наш урок сегодня немножко с опозданием наша сегодняшняя с вами тема это будет беседа о йом азекарон я буду рада если вы напишите что слышно меня да потому что я так долго пыталась его наладить что будет обидно это будет не слышно да елена день добрый здравствуйте вот итак мы сегодня с вами говорим про йом азекарон который прошел сегодня день памяти день поминовения о ком и почему мы с вами помним чем наша еврейская память отличается от памяти других народов все мы согласны с вами что день который сегодня прошел это очень непростой день и он наверное обязывает нас к очень многим мыслям и я предлагаю вам как всегда на уроке но мы должны минуем и уроки на моей беседе я вместе подумать как всегда я говорю что уроки где выпала получаете аллахические знания это уроки раввина да у меня это просто беседы для того чтобы мы могли вместе подумать и вместе принять какому прийти какому-то понятию принять некие вещи или наоборот не согласиться с некоторыми вещами у каждого из нас своя жизнь свое предназначение и поэтому в соответствии с этим мы и воспринимаем и перерабатываем внутри себя информацию и так я начну вот свой рассказ о том что было некое какое-то соглашение в 1 несколько лет назад у путина с натания которые давала возможность нашему премьер-министру попросите получить некую поддержку от путина и первое впереди всего что попросил наш премьер-министр это помочь вернуть домой некого солдата по имени захария баумель слышали ли вы это имя было ли она у вас как-то на слуху что это за человек с удивлением спросил путин это наш солдат который пропал 40 лет назад в бою между израилем и сирией ответил натания у солдат пропавший 40 лет назад с удивлением спросил путин действительно в этом бою погибло 35 израильтян а трое танкистов пропали без вести один вот и захваченных сирийцами танков он был передан впоследствии в ссср кто-то из нас вышел из ссср кто-то уже родился после наверное не знает но те кто родился знает о чем идет речь и вот этот танк он стал экспонатом в музее в москве центральном музее бронетанкового вооружения и техники да и вот в двух тысяч шестнадцатом году да то есть крав этот бой это был в семьдесят втором да вот в шестнадцатом году по просьбе премьер-министра натания у этот танк да как память о наших пропавших танкистов был возвращен в израиль а взамен израиль послала в москву в россию вот в этот музей новый совершенно исправный танк того же типа да для того чтобы вот замените чтобы было что показать а еще через три года последствии вот того самого разговора о путина с натания у тела вот этого самого солдата захава захария баумеля было возвращено в израиль и похоронен а тут и наш премьер-министр сказал тогда путину что для нас память от наших о наших солдатах она очень важна и вот наверное в этом и состоит вопрос почему для нас это память столь важна почему мы придаем такое большое значение этой памяти нет такой другой страны в мире где люди бы заплатили такую высокую цену в человеческих жизнях для того чтобы их страна появилась да и наверное нет такой другой страны где так помнят о ее сыновьях как помнят у нас потому что святость жизни и память о погибших да это та самая цена которая ставит стоит в главе ценностей нашей страны почему нам так необходима эта память и второй вопрос наверно это вопрос цены оправдали оправдана ли эта цена ведь многим евреям совсем неплохо живется в разных странах тех странах где они родились странах растения да а а может быть некоторым даже лучше чем в израиле живется там почему мы платим такую высокую цену жизни наших детей и за что мы платим и вот этот вопрос о нашем отношении к отдавшим свою жизнь за эту страну наша страна она настолько многогранна что здесь есть так много течений противоречий люди такие сики все отовсюду со всего мира и каждый конечно еврей имеет свое мнение и вот в одной из кибуц ных газет была опубликована такая статья то что я вам говорю я сразу говорю что вот статья это на мой взгляд она просто совершенно неприемлемо но это на мой взгляд еще рассказала у каждого свой взгляд есть на эту тему да так в этой статье говорится что наша память о погибших за всю историю евреев да то есть не только единичных случаях там погибших во время войн или каких-то террористических акций а вообще у нас евреев есть очень-очень большая и длинная память тех кто где и когда погиб да как и в катастрофе так и во многих других акциях против нас да так вот писавшие эту статью да и наверное публиковавшие газеты тоже как-то к этому относятся положительно они писали такую вещь что совершенно невозможно строить будущее на таком страшном прошлом да и наверное стоит оставить вот это прошлое там где-то и и начать да нельзя начать хорошие неся такой тяжелый как бы груз и что если все время молодым ребятам солдатам до которых обязательно водит вот вот этот музей катастрофы в яд вашем все время показывать какие же страшные вещи с нами случились то какое так сказать какой боевой дух у них будет да если они видят такое страшное что было а кроме этого все эти страшные картины они учат молодых людей ненавидеть да то есть вот это самое течение предлагала забыть все то плохое что с случилось как бы все стереть и вот начать строить наше будущее с чистого листа ну я не знаю что вы думаете вот на эту тему как нам евреям правильно жить кто прав кто прав может быть тот человек прав зачем помнить все то что с нами произошло и знаете ли вы что нам говорят наши еврейские источники на эту тему одна из вещей которая скорее всего мешает этим людям да которые написали да и с которыми я в принципе не согласна хотя еще раз каждый время у нас не согласен обязательно с другим это наша еврейская такая тоже черта вот так вот эта вещь наверно им мешает что у нас соблюдающих людей и евреев есть очень высокая еврейское самосознание да и когда мы будем видеть вот то горе которое произошло в той или в другой семье наше еврейское самосознание будет расти и расти да потому что мы будем все время помнить откуда я пришел во многих странах пользуются до памятью того что произошло как неким инструментом для того чтобы люди хотели защищать строить делать в тот же момент когда эта память мешает этому строительству ее стирают или меняют мы с вами вышедшие из советского союза наверное помним да прекрасно как быстро могут меняться ценности и так мы с вами в принципе понимаем что пока страна находится в войне или в момент когда им кто-то угрожает да то память о погибших это инструмент для того чтобы сделать армию сильной да чтобы у них была мотивация ну вот представьте себе нет сейчас войны нет вот этой потребности чтобы у тебя были какие-то солдаты герои да при том что мы помним на каждый отдельный случай в советском союзе были отдельные герои когда-то было модно там одно потом было модно другое потом было модно 3 вот а если героев не было на самом деле их создавали у нас совершенно по-другому все да то есть вот представьте себе происходит некая страна в которой слава богу 70 80 лет уже слава богу нету войны спокойное время и так далее и герои уже практически не нужны будут ли там вспоминать ежегодно ежедневно до тех самых погибших которые свои жизни отдали за эту страну опять же я все время возвращаюсь к советским фильмам потому что может быть я на них выросла из принципе по фильмам мы даже можем увидеть когда мальчишки в 16-17 лет в россии в советском союзе тогда да готовы были дописать себе и год и два лишь бы пойти служить вот год назад ушел в другой мир дедушка моих детей и именно так он сделал он приписал себе возраст и пошел служить и был ранен и так далее и вот вы знаете что в той стране где он служил про него уже давно никто не вспоминал иногда кидали может быть какие-то подачки но жили они достаточно не просто там до приехав израиль а он не служил туда отношение к человеку служившему и потерявшую свое здоровье тут совершенно иное и закончил он свою жизнь в уважении в очень хороших условиях да как и медицинских и так далее потому что в еврейском вас воспитании у памяти есть очень важное предназначение и какое это предназначение первое это отдать дань уважить уважение к погибшему или просто отдавшему свое здоровье служению другим людям да помните что мы с вами говорим в хнукальные дни когда вот мы зажигаем свечи мы говорим что нет у нас права пользоваться их светом а только смотреть на них чтобы благодарить и возносить хвалу великому имени твоему за твои знамения за чудеса твои да за твое спасение посланной тобой то есть после того как мы благодарим человеку который отдал или отдает свое здоровье защищая свой народ мы обязательно с вами должны быть благодарны всевышнему да потому что то что мы с вами живы то что у нас есть с вами каждый день это дает нам всевышний и поэтому мы вспоминаем вот этих отдавших свои жизни да и благодарим его всевышнего что мы тут находимся сейчас и железо благодаря вот этим людям отдавшим свою жизнь или свое здоровье наш народ жив и мы обязаны благодарить тех кто воевал за нас и если мы можем поблагодарить их мы всегда сможем сказать спасибо всевышнего потому что без умения сказать спасибо у нас нашего народа у нас нет будущего и если бы они не отдали свои жизни за нас то где бы мы с вами были сейчас а также мы обязаны сказать спасибо родителям родителям вырастивших вот таких замечательных детей да родителям чьи дети погибли за то чтобы мы жили чтобы они понимали и знали что и для чего их дети отдали свои жизни потому что эти дети они уже никогда не вернутся и наверное вот в это самое время мы можем спросить себя мы обязаны спросить себя цена которую заплатили другие для нас за нас чтобы мы жили а достойны ли мы с вами этой самой цены если нам с вами полагается чтобы другие отдавали отдавали за нас свои жизни мы обязательно должны спросить тебя каждый из нас что есть во мне что другой человек должен отдавать свою жизнь за меня это очень важная вещь в еврейском мира восприятия тот кто когда-либо учил учил гемару знает такой Масехет Баабатра и там рассказывается про двух людей имя одного было Папус второго имя было Люлюанус в то время был римский правитель и его дочь была украдена и убита и тогда этот правитель сказал всем жителям Лода или вы выдадите мне убийцу или все дни вашего города сочтены и тогда вот эти два еврея решили взять на себя ответственность за весь город чтобы спасти весь город они пошли и оговорили себя да они сказали на себя что они убили эту дочь и тем самым подвергли себя неимоверным пыткам то есть этот правитель их пытал а потом убил совершенно страшнейшим образом и в гемаре рассказывается еще также о неком молодом человеке сыне такого рабе и ашуа бен льви он заболел как-то и его душа поднялась наверх в другой мир да сейчас вот про такие вещи говорят что у человека была клиническая смерть но потом видимо почему-то решили что эта душа должна вернуться и спуститься сюда и вот он пришел в себя после того как он стал лучше себя чувствовать он начинает рассказывать папе папа а ты знаешь что рядом с десятью аругей амалхут никто не может стоять по уровне святости да так вот я хочу тебе сказать что вот это эти самые два человека папус и лилюанус которые взяли на себя ответственно из-за жизни всего города и пожертвовали своими жизнями да они стоят на том же уровне как эти самые десять аругей амалхут да вы помните да или знаете кто такие десять аругей амалхут это десять еврейских учителей которые были показательно казнены римлянами и в процессе подавления еврейских восстаний да то есть они отдали свою жизнь за другого еврея и за всевышнего да и все то что имеется рассказывалось про этого папуса и лилюануса оно также имеет полное отношение к любому еврею отдавшему свою жизнь за другого еврея вне зависимости от того на каком духовном уровне он находился всю свою жизнь человек еврей отдавший свою жизнь за другого он на уровне самых больших праведников да говорится про них что целый мир не может стоять даже в их тени на таком высоком уровне они и их души находятся сейчас на таком высоком уровне что мы все с вами просто должны вот молиться об этих душах и наши души обязаны им да так говорит еврейское воспитание вот есть еще одна интересная вещь что когда всевышний говорит Моше что он должен пойти в Египет и вывести вывести народ из рабства да что отвечает ему Моше он говорит ему что сначала я должен пойти к Итро потому что когда я бежал из Египта то мне никто не помог он же приютил меня он спас от фараона и недостаточно этого он мне дал в жены свою дочку и поэтому я обязан тем что моя обязан ему тем что моя душа еще в этом мире в том что я жив да да любая все кто пишет светлая память нашим солдатам я с вами согласна когда-то один еврей обратился к любовическому рэбе и сказал что он хочет поехать в Украину там по России по могилам праведников а рэбе ответил ему на это да иди на могилы погибших солдат и там ты найдешь настоящих праведников ты там найдешь цадиким таурим да память наша вот еврейская память это дать погибшим наше уважение наши дела и наши поступки да то есть в память о людях которые уже там в память о людях которые сделали нам так много хорошего мы можем им помочь тем что мы тут будем делать для них хорошие дела и будем хорошими хорошими людьми да наши поступки они проецируются туда наверх а еще я немножечко хочу коснуться на сегодня особенный урок он отличный не урок а беседа отличный от многих других но тема на мой взгляд очень важная и пройти мимо очень сложно поэтому я хочу еще поговорить про нашу чудесную страну страну где чем дальше тем больше мы перестаем уважать один другого мы разделены нашим эго и каждый считает себя правом и только себя правом и только его зрение оно то его точка зрения она правильная да и что все остальные должны жить именно так как он считает правильным и давайте с вами скажем честно та ли это страна которую мы хотели создать это то ради чего умирали ребята да откуда у нас появилась эта страшная вещь что не зная один другого мы позволяем себе ненавидеть соседа да мы позволяем себе оскорблять другого мы позволяем себе некрасиво выражаться один по отношению другого мы позволяем себе обманывать других. Я хочу спросить вас, неужели для ненависти и для таких поступков нам, евреям, нужна своя страна? Разве для этого мы строили? Разве для этого люди отдавали свои жизни? Конечно, надо понимать, что здесь собрано много людей с разными ценностями. И многие, приехавшие из мира, где нет тары, не понимают, для чего вообще нужны в этой стране люди, живущие по таре. Да, они совершенно не понимают. Так что важно вот этой стране? Я спрашиваю вас, которые слушают, которые участвуют в этой беседе, что важно для этой страны? Какие ценности, какие ценности нам нужны, чтобы у нас была наша еврейская страна? За что мы платим такую большую цену? Да, потому что есть люди, которые приехали сюда, думая, что тут намного более хорошо, скажем, материально. Так вот, такие люди, приехав сюда, они на самом деле очень быстро поняли, что это совсем не так, и они уезжают. Да, что нас сюда всех притягивает? Что нас всех притягивает, что люди со всего мира приезжают сюда? Ведь каждый человек может найти себе место намного более материально устроенное, намного более комфортное, с лучшим климатом. Да, надо сказать, что есть люди, которые родились в Израиле, но они даже мечтают, чтобы их дети уехали отсюда и намного лучше устроились в другой стране, потому что здесь войны, потому что здесь религиозные, потому что здесь арабы, потому что здесь низкий уровень строительства, образование, жара, да, не умение даже строить дороги, у нас постоянно потопы, как дождь, все удивляются, чего эти дороги начинают затапливаться. Настолько много есть минусов, но никак нельзя сказать, что сегодня здесь Ган-Эден. Почему люди стремятся в эту страну? Для чего? Ведь мы с вами знаем, что если нам дают что-то бесплатно, это можно взять, да, скажем, когда привозили, когда была большая Илья, давали сальклита, можно было пожить, окей, тогда можно было понять, но сейчас, сейчас у людей уже нету этой сальклиты, да, и многим очень тяжело, они очень тяжело работают, и они строят, да, и очень многие остались тут, потому что они знают одну самую важную вещь. Это единственная, единственная еврейская страна во всем мире. Это не единственная демократическая страна. Демократических стран вокруг без счета много, а вот наша страна, она единственная еврейская, и именно за то, что она еврейская, именно за это мы и платим. Что ж такое еврейское, скажете вы? Мы, наверное, помним все, что при голосовании в ООН, когда обсуждалось, быть или не быть этой стране, да, встал представитель Израиля, поднял книгу Торы и сказал, что это наше свидетельство, нашего права. И вот что интересно, именно это сыграло главную роль. Тора, и только на основании этой книги весь мир знает, что эта земля и эта страна имеет право на существование, как наша, как еврейская страна. И вот это самая важная книга в мире, на основании которой все остальные народы построили свои понятия о честности, о порядочности, приобрели какие-то стремления к цедоку, да, к праведности, к правдивости. Все это построено на основании вот этой нашей самой главной книги. А вот мы сейчас, живя вот на этой самой земле Всевышнего, которая является его землей, которую он оставил только для себя, да, и отдал их потом нам, евреям, да. И вот мы тут сейчас пытаемся найти какой-то искривленный цедок, искривленную правду, да, и не любим соблюдать его заповеди. Мы пытаемся, вот у других народов это так, мы забыли, что другие народы это взяли у нас. А вот мы смотрим, что там у других народов, и пытаемся сказать, мы будем как они, мы будем делать, строить как они, забыв, что они научились у нас, у нашей книги, что Всевышний всё вот это спустил. И у нас с вами есть маккор, главная, центральная вещь, которая есть, которая даёт нам возможность построить и получить не какой-то вот этот искривлённый цедок, да, а построить настоящую правду тут. А тем не менее очень многие не любят тех, кто соблюдают его заповеди. Те самые заповеди, на основании которых вообще мы тут живём, на которых мы существуем. Вот такой вот парадокс. То есть если не будет этих людей и не будет этих заповедей, нет у нашего народа никакого права, никакого права. Даже если у нас будет армия с солдатами, которые, казалось бы, самые-самые сильные, самые-самые воспитанные, прошли все самые большие спортивные занятия. Но такая армия, она никогда не выиграет, она никогда не победит, потому что у неё не будет главное. В еврейском понятии, что такое герой? Тот, кто поднял много штанг, тот, кто научился бегать. Нет, нет, это просто сильный человек, это просто хорошо обученный солдат. Кто же такой герой в нашем еврейском понятии? У каждого из нас есть нечто, заложенное Всевышним в нас. И вот когда мы смогли то, что заложено в нас, взять и воспользоваться этим, и поднять это на высокий уровень для того, чтобы... Сейчас, одну секундочку, Дубе. Для того, чтобы вот у меня тут сыночек прошёл, который с Божьей помощью через две недели тоже уходит в армию. Он идёт в Ценханим, учился в Ешиве, и вот сейчас заканчивает её, и идёт Медгаяц, идёт в Ценханим, потому что он понимает, он знает то, что я говорю вам, естественно, я говорю своим детям всегда. Главное, надо знать и понимать, для чего мы туда идём. И Гебор – это тот, кто смог преодолеть свои страхи, свои неуверенности, свои слабости, понимая, ради чего он это делает. И этот человек, он называется Гебором. Наша с вами ошибка – это, что мы всё время хотим быть, как другие народы. Но то, что наша страна называется еврейской, ещё не делает её еврейской. Одно название не делает страну еврейской. Только если у нас с вами будет еврейское просвещение, стоящее на еврейских понятиях, только тогда мы сможем сказать, да, это единственная еврейская страна. Но пока это страна, где живут евреи и другие народы, и мы не уважаем друг друга, мы не умеем слышать друг друга, мы живём только своим эго, своим «я», своим «я» точно знаю правильно, да, понимаете, это не даёт нам право называться еврейской страной. Потому что в разных других странах тоже есть большие скопления евреев, да, ну, может быть, меньше, чем в Израиле, но тоже. Мы же не называем эту страну, там, в Америке большие еврейские районы, но мы не называем эту страну еврейской, да, потому что это не еврейская страна. Вот только когда у нас у всех будет еврейский дух, а это имеется в виду Тура, Талмуд, Мидраж, аж каждого на своём уровне, понятно, но когда для всех нас это будет важно и нужно, да, то тогда вот это самое уважение к памяти наших павших будет настоящим. Потому что они отдавали жизнь за еврейское государство, за еврейскую страну, а для того, чтобы страна была еврейской, надо, чтобы в ней были евреи. Я хочу, наверное, закончить эту беседу одним рассказом, который, может быть, не совсем имеет отношение к этому дню, но мне кажется необыкновенно важным его рассказать. И рассказ это о некой женщине и неком ровине, некий раввин, которого привезли только что на поезде смерти в Ваушвец, вышел из поезда, и тут к нему подбегает еврейская женщина совершенно дикими глазами и говорит, «Раби, Раби, дай мне, пожалуйста, нож, дай мне, пожалуйста, нож». Раввин ей говорит, «Что ты делаешь? Зачем я тебе дам нож? Ты посмотри, куда нас привезли? Нас и так очень скоро всех убьют тут. Ты не имеешь права, не имеешь права взять в свои руки суд и убить себя. Ты не имеешь права». Она говорит, «Раби, дайте мне нож». Он говорит, «Я тебе не дам нож». И тут она видит, проходит какой-то немецкий офицер, солдат. Она бросается к нему и говорит, «Я тебя прошу, у тебя есть нож, дай мне, пожалуйста, нож». И вот этот немец думает, «Сейчас будет тут цирк, спектакль, еще одна ненормальная еврейка покончит с собой, все будут видеть, почему бы не позабавиться». И он вынимает этот нож, дает ей этот нож. И вдруг она вынимает из себя кучу такого тряпья. В этом тряпье завернут ребеночек, который видно, что он не так давно родился. Она берет этот нож и делает ему брит. И она говорит, «Всевышний, я тебя получила здорового, хорошего ребенка. И я тебе его возвращу евреям». Вот это главное. Еврейская мама знает, душой понимает. Может быть, она не соблюдает. Может быть, она давно не соблюдает. Но она понимает, что есть главное. Наши дети должны быть, должны оставаться евреями. Только тогда мы будем народом Всевышнего и останемся евреями. И тогда у нас будет право на эту землю. И тогда у нас будет самое лучшее государство в мире. Я желаю каждому из нас посмотреть, подумать, где мы находимся, для чего мы находимся. И постараться каждый для себя сделать максимально, что можем. Кстати, я хочу еще сказать, вернуться немножечко про вот этого самого сына Рабиа Шуа бен Леви. Одно из вещей, которое он сказал своему папе. Папа, ты знаешь, то, что я там видел, это совсем не то, что мы себе представляем. Я видел людей, которые сидят наверху Всевышнего и которые находятся в самом низу. Так вот, те люди, которые сидят наверху, это совсем не те, которых мы видим сейчас тут, дающие лекции, уроки, рассказывающие. Нет. Это люди, которые живут еврейской жизнью и совершают настоящие поступки. Их, может быть, не видно каждый день. И это было еще во времена второго храма. Представляете, прошло сколько лет. Я не знаю, поменялось ли что-то или нет. Но давайте делать. Делать, быть евреями. Делать себя евреями и делать эту страну евреями. И помнить тех, которые ушли, чтобы эта страна была еврейской. Хорошего вам вечера. Хорошего праздника. Давайте. Сферата Омер. Ботифератше ботиферат. Да. Тифератше ботиферат. Радоваться тому, что мы живы и мы тут есть. Всего хорошего. Радоваться тому, что мы живы и мы тут есть.